Да. Да, Агнат Тихонович, здравствуйте. Добрый день. Да, наконец-то у нас прям не могли мы долго созвониться. Так, я сейчас тут еще лампу, чтобы лучше было видно. Вот так. Слушаю вас. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, да, конечно, конечно, с радостью. Вот, меня зовут Марк, я из Москвы, вот, мне 28 лет. Я буквально последнюю неделю заслушиваюсь вашими видео, то есть, наверное, часа по четыре в день слушаю вас, исключительно только вас. Вот, поэтому хочу сказать огромное спасибо за ваши труды, за ваше миссионерство. Это дорогого стоит. Я первый раз вижу такого человека, поэтому это огромная честь для меня. Вот, я сам много лет был в разных сектах, то есть, у вас в основном специализация, я так понял, это бахтистка и остальные ответвления, да, скажем так, если можно их назвать так, то у меня была другая астезия, то есть, у меня была долгое время оккультическая среда, скажем так, это космоэнергетика, разный шаманизм. Потом долгое время я был в сознании Кришны, то есть, это, ну, вы знаете, наверное, крик Кришнаит в современных, вот, то есть, я около пяти лет, наверное, провел вот в этой организации. Вот, но всегда искал Бога, и это было моим, наверное, как вы говорите, что ваш вот Господь призывался, ну, с самого рождения вы это ощущали. Я вот с рождения тоже чувствую, что есть, всегда прям с детства, помню себя еще там 2-3 годика маленьким, но всегда чувствовал Бога, знал, что Он есть, не было никогда ни сомнений, и всегда это было для меня как бы таким основополагающим в жизни, да, это найти вот истину, найти Бога и как-то Ему вот служить, да, чтобы быть всегда рядом. И вот спустя много лет, я уже, будучи находясь вот в этом состоянии, да, в этих различных оккультных сектах и так далее, вот, нашел Христа. И это было, конечно, уникально, потому что я вообще всегда, скажем так, я, если вы в миссионер и приводите христианство, то я миссионерил, уводил из христианства, то есть, я делал все возможное, чтобы увезти от Христа, снимал видео, картинки в интернете, то есть, причем не именно, у меня было отношение не как ко Христу, как скорее к центре, как к организации, то есть, у меня вот эта вся пропаганда, я у людей очень много увел, вот, и спустя вот много лет у меня в один момент, это все коротко, просто вот предысторию, я слушал церковные песнопения, чисто случайно у меня на ютубе вышла херувимская песнь, вот, и у меня прям буквально ночью полились слезы, какое-то переосмысление вообще всего духовного поиска, вот, и с того момента я начал искать ответы на вопросы, потому что я читал в тот момент Библию, я читал Ветхий Завет, и я не понимал, как Бог может быть жестоким, то есть, в Ветхом Завете очень много убийств, очень много насилия, и для меня, как человека, в котором всегда казалось, что Бог, Он есть, там, наимышшая любовь и свет, как это так, вот, в Ветхом Завете такие противоречия, да, и в Ветхом Завете я вижу Бога одного, который убивает, который, в общем, ну, куча-куча, там, этих случаев, там, брать тот же писар, да, когда он истребил младенцев, и у меня это не укладывалось в голове, я читаю Новый Завет, вижу, как Христос, Он говорит только о любви, только обращении, и вот эти вот два противоречия, я не мог понять, как это так, вот, один Бог там, другой Бог, вообще, два разных Бога, и мне казалось, что Ветхий Завет это вообще одна книга, а Новый Завет, Иисус, когда даже говорил фразу, ваш отец дьявол, да, евреем, он имел в виду, что Ветхозаветный Бог, вот этот Яхве, он есть сатана, то есть, у меня вот такие были мысли, то есть, я сам додумывал и пытался вот эту всю парадигму выстроить по своему собственному домыслу, но когда вот у меня было это переосмысление, Вадим, вот эту ночь, да, я начал с того, что я сказал сам себе, что я ничего не знаю православия, ничего не знаю христианства, и начну с нуля, с самого начала разбираться в этих вопросах, и я нашел ответы практически на большинство вопросов, которые я искал, вот, вот, но остались, скажем так, некоторые ей нерешенные вопросы, хотя я уже год примерно, вы это слово не любите, вы отцерковился, да, но я как бы применяю его, я не знаю, как можно по-другому здесь сказать, ну, пришел ко Христу, вот, и у меня вот первый вопрос был к вам, это почему Господь допустил мученичества, то есть, почему, когда люди уже вроде обрели Господа, уже всей душой уверовали в Него, уже есть любовь, есть связь, и, по сути, человек, ну, все, вот, дальше Христа он никуда не пойдет, но посвятился ему жизнь, почему Господь допускает, что он страдает в итоге, кого-то убивают, кого-то истязают, вот, почему не дать просто спокойно, легкой, побычной смерти человеку умереть, вот это, меня, я этого не понимаю. Так, а вот апостол Павел на это отвечает, говорит, и все желающие жить благочестиво будут гонимы, есть мир и есть Бог, не можете служить Богу и мамоне, нам нужно беспрекословно подчиниться сказанному, Ветхий Завет это один Бог, дурной Бог, злой Бог, а в Новом Завете Бог хороший, такая ересь была в первых веках, они того Бога, Ветхого Завета, назвали Демиургом, Демиург, а оказывается, тут все просто, человечество было в состоянии той тьмы, с чего они были достойны, и Бог медленно их выводил оттуда, как ребенка, и мы должны согласиться, что горшечник знает, какой горшок делать, и скажет ли, говорит, горшок горшечнику, ты не так со мной поступил, тут надо только на первое место поставить смирение, вера, само собой, доброе дело, пост, но смирение, смирения нет, ничего не будет, вот подошел, допустим, к Антонию, сатана, и говорит, почему ты делаешь, а я не могу, он говорит, ну, поститься, ты постишься, говорит, поскольку не ешь, он говорит, по две недели в рот не беру, он говорит, а я уже миллион лет ничего не беру, он не ест, ну, я удаляюсь женщин, а я вообще на их не смотрю, они подлые такие, значит, сребролюбия у меня нету, ты спишь сколько, он говорит, один час в сутки, а я миллион лет не сплю, я так образно говорю, а чего не хватает, он говорит, смирения, его аж передернуло сатану, он говорит, терпеть не могу, еще там требовали смирения от меня, вот смирения нет, ничего и нету, надо смириться перед этим, бог сказал, и ты должен только сказать, слушай, трап твой, говори, владыка, тогда ты увидишь, как все меняется, меняется для тебя, именно для тебя, для тебя именно бог сделает разведриться, нет дождя, на этом месте ты будешь, вот в прошлом году мы сели обедать, ну, в лагере еще были, и вдруг звонок, мы вот в таком-то городе, там где-то за Уралом, раскрыли крышу, и такой дождь пошел, а у нас же пропадают все, помолите за нас, мы сразу не стали есть, свои ложки положили, встали, давай молиться, прошло минут пять, они нам звонят, ужас какой, говорит, напал даже, вдруг, говорит, над нами сделалось, как облако, чистое небо, как облако, везде дождь в городе идет, а над нами ничего нету, пока крышу не покрыли, дождя не было, человеку больше ничего не надо, если бы это случилось до этого, он бы еще как-то сравнивал, но он просил молиться, он звонил, и мы сказали, сразу встаем на молитву, мы все встали на молитву, явно, что это не случайное событие, как же, Бог живой, на живую веру, на живую молитву, живому человеку он отвечает, а как, мы должны согласиться с любым ответом, в евреях считалось за позорность и нет детей, Исаак женился, любит ее, Ревекка, умница, красивая, детей нету, и он молится целый год, детей нету, молится 10 лет, 19, детей нету, а он любит ее, на 20-й год забеременела, двойняшки, еще в ошреве начали толкать друг друга, Исаак и Яков родятся, как это, Богу угодно это, Бог испытывает нас, вот, ну, есть такое стихотворение, как притча, когда горшочник сосуды сделал, то один горшок увидел, как их толкают в печь, он испугался, и за другие спрятался, ну, а те-то в огне побыли, они теперь обожженные, крыльки-то стоят-то, а когда наливать в сталь, а он такой же, а он сразу размок куча глины, а ты, вот где дружок спрятался-то, поэтому от этого человек только делается лучше и чище, как золото, золото разбитый сосуд, треснутый его разбивает мелко, а потом переплавляет и новый сосуд, так будет воскресенье из мертвых, говорит Иоанн Златоуст, мы должны соглашаться смиренно, сказать, слушай, Владыка, вот мы смотрим на Луну, на Солнце, а далеко ли они? Говорят, 125 миллионов, да что это 125 миллионов? Со скоростью света-то, это же смешно даже, а оказывается находят галактики, в прошлом году я просчитал, которые находятся от нас на расстоянии до 4 миллиардов световых лет, а что дальше? Бесконечность, ну как это может быть, никак, а что такое во времени? Время кончится написанным, была доисторическая вечность, Бог сотворил мир, человек, и поисторическое начнется, как? Никак это не вмещается, то есть туда не вмещается, мы должны только согласиться, дай аминь, страшусь, ужасаюсь, падаю, прославляю, больше от меня ничего не требуется, и жить, быть Вадимом, Духом Божиим, вот вы говорите, рождение свыше, рождение заключается в том, что человек ощущает жизнь, он говорит, пьет, ест, движется, любит, у рожденного это все есть, у нерожденного нет, он умом пытается что-то выстраивать, говорить, думать, выбирать лучше, а рожденного у Духа там эти ноги, говорит, не успеет подставлять, внезапно, и Бог открывает, внезапно, почему, у него открылся другой слух, я вот плохо слышу, а это не имеет значения, тот голос я слышу или нет, Давид говорит, однажды сказал Бог, и дважды слышал я, это не эхо, он услышал и поверил, вот говорит, несколько Христос говорил, одна притча самая короткая, Матфея 13.33, Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявшую, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, точка, объясни, я разговариваю, как там баптиисты, другие говорят, что ушами и глазами хлопают, а ничего не могут сказать, а святые отцы, православная церковь, там уже церковь от начала, там все сказано, слово Божие, женщина, это душа, и она вкладывает, первое, это услышал, первая мера муки, вторая, допустил до сердца, поверил, а вера живая, она сразу начала работать, идти на руки, на ноги распространялась, услышал, поверил, исполнил, если один такой спасенный, все Царство Небесное подобно именно такими, услышал и никогда не говори, это невозможно, 10 июня, 10 дней осталось, мне будет 78 лет, я был в таких переплетах, даже не расскажешь, около меня один падает мертвый, другой, ко мне никто не прикасается, у меня обстановка такая была, я говорю про тюрьмы, про лагеря, за слово Божие, а как с Богом, и мне это было радостно, Бог меня ощущает, подготавливает, кого люблю, говорит, того наказываю, кого люблю, того наказываю, все, вопрос снятый, и есть ли такой отец у вас, который не наказывал бы детей своих, а сегодня, ой, наш папа не трогал нас, папа, как не трогал-то, написано, любишь сына, счаще наказывай его, я вот директор, как называют, начальник детского лагеря, основатель, 45 лет, и в прошлом году я его закрыл, из-за невозможности, и нынче мы в другом варианте открываем, приобрели несколько домов, перешли в деревню, и хозяева приглашают, и они дома, Роспотребнадзор, ну, как бы, теоретически не может нас тронуть, но у меня опыт, огромный, огромный опыт, и поэтому, вот сегодня все звонят, откуда люди приезжают, там разведенное, с ребенком, неладно что-то, главное, чтобы он желал верить, а дальше Бог усмотрит, и поэтому страдания, они просто необходимые, почему первые христиане, как тортулян, вывели такую аксиому, что если страдания нет, все умерло, кровь христиан была семенем христианства, семенем, человек засыпает, и поэтому одному дает страдания, он парализованный лежит, другому гонение, тюрма, убийство, вот третьего, жена восстала на него, дети, да мало ли какие, ты только знай, без воли Божьей волос в головы не упадет, все, и с этим надо так согласиться, что даже в мыслях не допускать, мы знаем, сейчас грядет великая-великая беда на землю, согласно Писанию, мы каждый день молимся за президентов, за Дональда, за всех, за Эрдогена, сохрани, Господи, их от покушения, дай им покаяние, и дай мир еще продли, мы ложимся, встанем ли, у нас все есть, и поэтому иногда мы привыкаем, на нас гонение в прошлом году сильное было, на лагерь, они подают в суд, и на нас подали, там, на шине у нас несоответствие с их уставами, они написали уставы, там больной человек писал, что ты разделаешь на доскане из того материала, да и в магазине покупал, у кастрюльки там, у крышки эмаль отскочила где-то, эмаль, ну какое отношение имеет, 200 лет озеро, в нем купались, а без их разрешения нельзя, а я отвечаю, водоем божий, дети божьи, у кого просить разрешение-то, никто не болеет, мы из него всегда пили, просто пили, наклонялись, и ни заразы никакой нету, и они по миллиону, по полтора штрафы накладывают, а мы молились все, у меня дети были от пятидесятников, все молились везде, и в Австралии, и в Америке, и, ну у нас свой юрист есть, в общине, и отказали в их требовании, 10 дней ждали, думали, они подадут, нет, не подали, но они так не оставят, вот они напали, как только, полиция приехала ночью, в этот же день, в ночью, в 22.00 я закрыл лагерь и расформировал его, а они подают в суд, чтобы приостановили деятельность лагеря, а его уже месяц нету, это еще выявится когда, то есть она, мы должны опережать события, и вижу, что на их стороне суды, прокуратура, полиция, это нельзя устоять, их только Роспотребнадзор 110 тысяч человек, по форме одетые, большие деньги получают, и поэтому надо, Господь допускает это, Он испытывает, Он видит, что тот этап мы прошли, а у нас-то были плетеные, вот, прутьями так, замазаны, и кельи назывались, а теперь мы переходим у нас в дому электричества, то есть они нас вытолкнули оттуда, фактически получается, и мы благодарим Бога, и молимся за Роспотребнадзор, благослови Господи, и откроем истину Твою, а будут, вот у меня руки выверщены, все это, меня крутили, как пытали, говорится, а ничего, лишний раз не проспишь, оно заноет, руку я потяну к себе, а это все временное, я каждый день жду разрешиться от плоти, закат последний вижу, нет, опять до утра дожил, понимаете, когда с Богом ждешь этой радостной встречи, у меня никогда не было мысли, что Бог один или другой, зато все разъяснил, там был детский возраст, зуб за зуб, по-другому нельзя, а сегодня, прости врагу, то есть мы стали совершенными, один и тот же Бог, это наш возраст другой, человечество, вот и все. Спасибо, сейчас у меня еще вопросики, просто я подготовился немножко, да, сказать, у меня вопрос такой, как душа может хотеть к Богу, если она изначально создана первый раз на земле, то есть как бы она же не была в духовном мире, как она может хотеть домой, если она по сути первый раз родилась здесь на земле? И вопрос-то в чем заключается? Ну, мы говорим, что мы хотим вернуться домой к Богу, да? К Богу, да. К Богу всегда, душа хочет к Богу, но как она может хотеть, мы говорим, мы вернемся домой, то есть мы стремимся домой, но если мы первый раз сотворены здесь, то по логике наш дом должен быть здесь, как это мы, вот с точки зрения, например, вет, да, если вот мы возьмем там их концепцию, Вот это дает рождение свыше, Господь полагает на это, почему Тартулян говорит, каждая душа по природе христианка, по природе сотворенной Богом, она сотворена Богом, и в ней это заложено генетически, и мы знаем, там вечно, здесь все временное, встреча с Богом, это встреча с тем, от которого мы так далеко ушли, мы находимся в теле всего человечества, и каждый отдельно это должен пережить, и водительство Духом Святым показывает, вот он поднял руки и молится, и палка, говорит, в прострацию, лицо у него сделалось, как снег, Серафим Саровский, мы не дождемся, когда служба кончится, а он, куда меня повели из алтаря? Да уже кончилась служба-то, он с Богом пребывает, как Симеон Новый Богослов, душа вернулась к своему Создателю, голос которого забыла, есть такой рассказ, как у одной матери, она одна жила, муж не было, я не знаю, погиб что ли у нее, и девчонка, ей было где-то около пяти лет, и она потерялась, оказается, в это время проходили по деревне, табор цыган, и они ее подцепили, и табор ушел, и нигде никого не найдешь, но она одна осталась, и какое для нее было горе неописуемое, она все время молилась, плакала, и вдруг соседка прибегает, прошло года два, и она говорит, я видела твою там Наташку или кого, она на базаре с цыганами, с цыганами этот табор появился, она метнулась, и в самом деле, она увидела ее, ну а как она возьмет, она за цыганку ухватилась, это моя мама, она голос матери уже забыла, она побежала в органы, и прокурор дал санкцию остановить табор, и девочку отдать на один месяц матери, если она мать не признает, значит отдать вернуть цыганке, и она с ней каждый день, накупила игрушек, питание там, конфеты, чего она там сроду не видала у цыганки, она играет, перебирает, а потом, а когда мы к маме пойдем, для нее мама была эта грязная цыганка, ее нельзя было никак убедить, дочь, и она понимала, она потеряла ее навсегда, и она тогда в отдельной комнате сидела, и плакала, и запела колыбельную песню, когда она лежала в люльке, и вдруг девочка с криком «мама» бросилась к ней на шею, почему? Голос был забыт, и вот так Бог трогает нас, и мы забываем, душа наша оттуда, она этот голос сотворения знает. Нет, то есть она сотворена получается там, и мы рождаемся с ней здесь, чтобы в итоге осознать свою духовную природу и вернуться обратно назад, это некий трамплин получается. Мы не знаем, где рождается, святые отцы неоднократно спорили, даже как Ориген, там Киприян Карпагенский, мы в эту тему углубляться не будем, мы знаем о том, что Бог сотворил душу, а душа это то, что духовное от Бога, невидимое, и она потом вернется в наше разложившееся тело, сожженное, и тело обновится заново нетленное, и душа с телом будет царствовать со Христом. А как она, если там не была? Не знаем, вопрос просто снят. Мы не знаем, где душа появляется в момент зачатия, или она уже была, как понимают, я называю их, кто назвал, мы этого не знаем. Церковь определенно в ответа не дает. А почему? Ян Златоуст говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. И все. Я посмотрю, получается просто... Библии есть это или нет? Если этого нету, мне зачем бы это ересь рождать? Нету этого, меня не интересует. Я знаю, есть душа. Получается, есть разные... То есть, если бы души были одинаково равны, то бы по логике люди бы были бы все одинаковые, да? А мы видим, кто-то рождается инвалидом, кто-то рождается слепым, кто-то рождается миллиардером, кто-то рождается нищим. То есть, а все души пришли вроде как с нуля. То есть, у них нет никаких прерогатив у одной над другой. А у всех разные судьбы. Это тела. Тела, это не души. Это тела. А тела бывает так. Родители сифиличишли были, пьяницы. И он с такими же наклонностями в семени, в генетике, это надо уже разбираться. И говорит, до четвертого поколения, и до тысячи родов благословляет, до четвертого проклинает. Вот, если вы выводили детей, там, детей божьих где-то, ну, не вы, кто-то отдельно там где-то, это где-то откликнется. Ты уже так просто не уйдешь из жизни. Бог тебя будет искать, находить, и ты будешь в этом направлении терять. Именно здесь. А как это? Ну, как Савл гнал церковь, убивал, а теперь его гонят и убивают. 40 киллеров заклялись. Не пить и не есть, пока его не зарежут. А почему? Так он сам такой был. И поэтому, то, да, вот грань, где я обратился ко Христу, и какая моя была жизнь. Вот я, ну, с кем разговариваю, кем ты хотел быть? Ну, кто-то артистом там, кто-то летчиком. Я хотел быть террористом. Больше никем. С пяти лет я уже знал. А зачем? Отомстить коммунистам за то, что они сделали. Я слышал это от отца фронтовика, когда он рассказывал, как они жили, и как пришли эти самые подлые люди, как они грабили, как ссылали, как они умирали, что белями лежали мертвые, там это в ссылке, в Нареме-то. А я, пятилетний ребенок, сзади сижу и плащу, степи, отец пастух, вырасту. И дальше я обдумал, как я буду это делать. Считаю, Чернышевского, что делать. Далее все больше, накапливаю опыт, все время тренируюсь, непрерывно. Ружья везде у меня, патроны, собака, топор, нож. Я с этим под головой, держу меня, живьем взять нельзя было. Никак. Я уже все, все обдумал. А Господь сказал, ты будешь страдать, тебя будут гнать, тебя будут гнобить. Чтобы из меня, кто вытряхнул. И вот Бог так делает, и я благодарю Бога, что я видел. Касаемо вот мусульман и других, других религий, да, то есть, когда человек рождается, грубо говоря, в такой ситуации, когда у него, ну, конечно, можно сказать, что выбор есть всегда, что человек всегда может обратиться ко Христу, это понятно, но все-таки уровень, ну, процентное соотношение намного выше у человека хотя бы из Европы, хотя бы, ну, понятно, Россия, там, страны СНГ, когда человек знает. А, например, страны, там, племена дикие в Южной Америке, да, где люди, они вообще не выходят на цивилизацию, то есть, и они всю жизнь живут в этом маленьком племени, их там 100 человек, да, и они живут и живут, они даже не знают, что есть там вообще ничего. Как им спасаться? Есть такая книга, Балтис, называется, Я осмелилась, осмеливаясь назвать его отцом Бога. Это жена министра Пакистана, она мусульманка до десятых колен, и она обратилась ко Христу. И дальше, это она сама о себе свидетельствует, это не художественный роман. Я осмелилась назвать его отцом, осмеливаясь, Балтис. Зарядите, сразу найдете где-то. Я к себе это все применяю. А вот если бы я родился в мусульманской среде, и ничего не слышал о Христе, нашел бы я Бога или нет? Или родился бы я где-то, как вот Робинзон Круза среди дикарей, нашел бы я его или нет? Вот я вопрос отставлю. И я себя нашел бы, пошел бы. Почему? А это избрание. Вот я представляю, я моряком плавал и тонем мы, и наш корабль прибило к острову. И я один остался. Но я с детства знал, что есть Бог, есть ад, есть рай, рай для святых, ад для меня. Меня нельзя было обмануть никак. Я знал, я не чувствовал. Я не чувствовал. Не пил я, не курил, там пил, когда-то там сколько-то раз выпил всего. И вот если бы я там был и вдруг оказалась одна женщина, туземка, стал бы я с ней жить как мужчина? А я на морфлоте, здоровье на 100% по всем пунктам. Стал бы или нет? Нет. Я как шимпанзе сбил бы гнездо на дереве, но не прикоснулся. Почему? Я боялся греха. И поэтому я женщину не знал. А вот если бы, ну вот я тебе любому говорю, да я еще бы держал, если она такая, в шалаше была, жил с ней, радовался, этого нету. Нет, я этого не сделал. Я проигрывал обстановку эту, а в жизни она не раз повторяется. И дальше теперь, вот мусульман бы я был, я бы обязательно подумал, а куда грех деть? И вот мы, если вы на наших роликах бывали, вы знаете наши путешественники? Да, да. Вот. И мы были по южным странам проехали, Азербайджан, Баку, и мы ночевали в доме Муллы. А с женой его мы переписывались. Очень высокообразованные люди. Она консерваторию закончила, университет, и все. Она разговаривает и пишет на четырех языках, арабский в том числе, а он на шести языках. У нас тут вообще ни одного такого нету. И вот мы там беседуем, и все это записали. Вы посмотрели бы на ее восторг? Вот представьте, она такая, я просто надо смотреть. Вот мы идем в городе, наши братья пошли там куда-то в одно место, а мы с ней пошли. Я говорю, ты мне только говоришь, что можешь, что нельзя, чтобы тебя не подвезти-то. Ну, первым делом пошли в мечеть. Она довела меня, передала кому-то, а сама осталась на улице. И говорит, у нас в другом месте собирается, женщины туда не могут пойти. И как я зашел в мечеть, разулся, все как положено, и прям посреди мечети стал класть поклона, по-православному. И встал в конце, поклонился и не вставал. Когда я встал, вокруг меня, они вокруг стен сидели там, у них не было служения. А мужчин полно, с детьми. Я встал, вокруг меня, кажется, три кольца этих ваххабитов-то стоят. Какие они суровые, мне понравилось. Ну, а дальше я стал с ними говорить. Беседа кончилась, вы посмотрели, кажется, все до одного мои друзья. Сколько улыбок, сколько похлопываний, объятий. Я рассказываю, как мы к ним относимся. Я 18 лет сотрудничаю в тюрьме, и в первую очередь, говорю, стараюсь помочь мусульманам. Почему? Другая пища, другой культурный уровень. Он один, ему тяжело. Да, он согрешил против закона, государственного. Но, я христианин, я имел доступ. Доступ, приговоренным к смертной казни. Это редкий случай, когда туда людей пускает граждан. У меня связь с прокурором края, с начальником фирмы, с краевым судьей, меня пропускали везде. И как мы с ними беседовали. И вот дома говорим, открыли Библию, и у них Коран лежит. Коран. И тут же у них там Ветхий Завет по-еврейски. Я говорю, вот скажите, вы же уверены, что человек грешит, и он заслуживает, как говорят, свою карму от Бога? Ну да. А она знает все. И кришнаица, там буддизм, и легко разговаривает где-то. А она маленько пойдет, я не могу от радости. Мой учитель приехал, это мой отец приехал ко мне. А сама же пляшет. Понимаешь? В городе идем. И она точно так же. Кто-то там увидел ее, говорит, это еще ваш муж. Она говорит, нет, это мой отец приехал духовный. Это учитель мой. Да ты что, уже православная? Да, я, говорит, уже православная. Это надо видеть, слышать было. Сидит молодежь на парапете. Она остановилась, отец Игнатий, расскажите им о Христе. Мусульманка. Видите как? А мы познакомились заочно. А потом приехали. И поэтому я бы нашел Бога и там. Как вот это Балтист. Почему? Возмездие за грех смерть. Мы стали беседовать на Римлянам 6.23. Возмездие за грех смерть. Вы согласны? Да, согласны? Все, мы с этим сошлись. Но и как я могу умереть за грех, когда я приговоренный к смерти сам? Кто-то за меня должен умереть. Кто? Вот у нас умер Христос за грехи наши. Понимаете как? Христианин, это не выскажешь как. Вот я нахожусь в тюрьме, в тюрьме, еще не в лагере. Там меня по этапам тащат, в шести тюрьмах был. И вот отдельная камера там для милиции. Их нельзя вместе, там их захлешат. И вот майор лежит один. А вот такая ситуация, а он следователь. А вот как бы вы поступили? Я говорю, нам думать-то не надо, надо запомнить как. Я знаю правила, а я знаю уголовный ходит, гражданский и божественный. Я ему сразу соединяю так. Ну и для них это было. Он лежит, как здорово придумано. Опять сложную ситуацию такую придумывают. А как бы тут поступили? Я говорю, по государственным законам вот тогда это я знаю, а вот по божественному я отвечаю так, никого обиженных нету. Любое действие, любой ответ, только на мир. И мир в конечной божественной дистанции. Он полежит, как у вас все продумано. Не продумано, это откровение Божие. Она не Библия называется, а Святая Библия, Гайлиген Библию. Вот. Ну, просто надо понимать, Holy Bible. Вот. Конкретно, определенно. Ко мне она написана. Слово Божие живо и действенно. И вот вы вопросы какие-то задаете, а они все отвечены. Если не отвечены, их не надо даже трогать, там ничего нету. Для спасения мне этой, когда душа была, Богу не угодно это было, он скрыл. Главное, как нам примириться с Богом. Как жить по заповедям Божьим. Как быть Вадимом Духом Святым. Не своими мыслями. Вот это мне надо усвоить. И я в этом положении после армии, вот 55 лет иду. Когда мне в руки попала Библия, я увидел, я погибший, погибший бесповоротно и окончательно. Пока я не узнал, что за меня умер Христос. И что нет другого имени по небу данного человеком, которому отбежало бы спастись. Диане 4,12. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную? Имеет. А неверующий уже осужден. Ибо не уверовал. Евангелие Тиана 3,36. Это я заучил, дал мне память. Я проверил на разных языках в это время, считал где. Я понял, везде одинаково, какой я счастливый. И весь караван кораблей узнали, что я сошел с ума. В один день. Представьте, что вчера только такие у меня похвальные там характеристики. А я в высшее мореходное училище после армии поступил. И в это время вот так уверовал. И тут же сразу все изменилось. Я авторитетом не пользуюсь, а я член судового комитета, авторитетом пользуюсь. То у меня характеристики те и другие сохранились в моей книге к истинному православию. Не к истинному, а для Слова Божия не туз. Понимаете? И видишь, никакой правды нигде нету. А во Христе всегда правда. С тобой не так поступают. Ничего не значит. Вот сегодня у меня снова чудо было. Чудо. Нашелся все годы. Я раньше ходил, я начальник лагеря, пенсия-то минимальная, мне не давали нигде работать, только вне ведомственной охраны, при милиции, чтобы все время было на глазах. Такая крепкая советская власть была. И поэтому у меня пенсия 6523 рубля. Совсем еще нету. И поэтому, а у меня где-то в среднем 53% детей полностью бесплатно. бесплатно. Это надо калинь купить, и сметану покупаем, и рыбу, и халву, масло. Где взять? Я ходил, где-то что-то выпрашивал. Как говорят, волка ноги кормит. Но тут нашелся один человек, он меня познакомил, главный банкир Алтайского края, главный. И он вывел меня на такого человека, и тот мне помогал. Я ему напишу, нужно 12 мешков муки, растительного масла 105 килограмм, я знаю точно, а если останется, мы тут нуждающимся раздадим. Все. И он всегда помогал. И вдруг нынче ответа нету. А запрос только в интернете посылать. Личной встречи нету теперь уже года три. А я послал, ответа нету. Неделя проходит, вторая, мне уже выезжать надо. Я сегодня брату говорю, надо ехать. Поехали. Секретарь говорит, было ваше приглашение нам. А что, просьба, помочь? Не было. Как не было? Я посылал. Нету. Ну, я говорю, тогда у меня в печатном виде я и подал. А все эти дни я молился и молился. Господи, покажи, почему так? Или они отказались от нас за то, что я открыто сказал, что мы перешли в другой формат. Дома там приобрели, сказали, дома покупают, еще себя не прокормят. А там дома-то ремонт, старые оставленные. Все равно мы платили за них. Или они уехали, или директора сняли. Директора сняли. Я молюсь и не знаю. Молюсь ночью, молюсь днем. И сегодня поехали. А когда оттуда вернулись, а этот знающий самый брат Сергей посмотрел, я послал которая, бланк, в пейджмейкере, не в Ворде. И она пустое место. Она, говорит, не получала. Ну, бывает, говорит, так не доходит. Но тут явно дело моя вина. Я сразу почту опять, имейл и туда послал. Виноват я. Теперь вот в Ворде как. И уже сегодня отвечают, что совет директоров будет рассматривать ваше заявление. Это в другом городе. Это широкая сеть такая. И, пожалуй, все будет. Не будет только сахару. Сахару и соли нету у них. Это уже где-то. Один раз сахара и соли нету, они мне полные четыре пляги меду привезли. Меду с плягами. На карибетичке у меня все в меду были. Понимаете как? Это Бог. Я сегодня такое состояние. Господи, и ты услышал, ответил. Плакать только хочется. Так что такое человек, что ты помнишь его, и ты человеческий, что обращаешь на него внимание. Конкретно у меня цель была мне уезжать. А мне звонят сегодня. А когда уезжаете? Я говорю, тогда, значит, надо в первой неделе, на следующей неделе, чтобы вам завезли. Я говорю, очень желательно. Уж я боюсь спугнуть-то их. А они расположены. Я их приглашаю приехать гостить у нас там, порыбачить по ягодам. Хоть чем-то довольным быть. Вот в прошлом году я пошел, смотрю, 12, так. Я только на книг подарил им там где-то тысяч на 15, наверное. А у меня книги-то 38 изданы, Новый Завет, такие иллюстрации. Раскрасили. И я с пустыми руками не хожу. А нынче у меня ничего нет. Ну, я просто молюсь и благодарю. Они верующие, во-первых, кому я нужен. А они верят. Я говорю, мы молимся всегда за вас. Молимся за директора, за всех, которые есть. Чтобы Бог сохранил вас от зависти, от поношения, от преследований. Мы помним вас. И, видимо, у них молитва достигает. Сохранилось все. И в один день они сами взялись уже и привозят, пришлют грузчиков, перегружают. Вот я в краевой администрации один знакомый был, мы с ним беседуем. Я говорю, матрасов нет. Матрасовки берем, ищем солому и набиваем. Да ты что? Да. А он оборачивается, один перед ним стоит и говорит, слушай, ты помирать думаешь? А тут... Вот стоит человек, выйди с ним в коридор, он тебе расскажет что-то. Он с тот вышел, а видно, я его глянул только, я со людьми, я вижу, а его Иван Иванович звать, Лопатин. И он такой кроткое лицо, у него, а что у вас случилось? Я говорю, не случилось, нам матрасы. А сколько надо? Ну, 70 примерно. 70 матрасов? Да, а куда столько? Да, детский лагерь. А еще что? Я говорю, и одеяла такие бывают, теплые, синтепоновые. А где? Вот, я матрасы знаю, говорит, там-то. А и муки, я говорю, а сколько? Он говорит, а сколько муки? Я так подумал, говорю, мешков 30 по 50 килограмм. Думаю, на следующий год будет. Хорошо. Он мигом все принял, а где будет, я говорю, Потеряевка, Мамонтовская района, показал, он все туда привез. А одеяло, они тут соединились тоже с хорошей женщиной, директором, материалы закупили, сшили сами и привезли. Понимаете, как вот, я куда ни обернусь, и везде добрые люди, и столько доброты Бог дает. А мне говорят, а, вы им верите, эти директора, мэр города, у нас был мэр города, в лучшую десятку, в первую десятку лучших мэров России сходил. А у меня фотографии, там обнимаются, целуются, это они через ват хотят царство небесное получить, они тут ограбились. Я говорю, ну даже если так, ну разве это плохо? Ведь они хотят получить царство. И поверьте, да они лгут вам, я говорю, я вижу глаза их, а они уже не... Да он был порторгом. Был порторгом, правильно. Но сейчас, посмотри, он как написал. Вот я когда выиграл процесс, 11 лет шел в суд, что меня конфисковали, и мне в центре города дали 13 соток земли, и на этой земле два дома. Два дома. В одном мы молимся, а в другом вот я с вами разговариваю. И понимаете, это от Бога. И как я могу не верить этому человеку? Он написал, вот я как-то не в следующий раз, говорит, в очередной раз увидел, говорит, как важно лично познакомиться. Вы в моем городе, я не знал про вас. Да вы легенда города. Начал там говорить сколько, и написал, вот теперь у вас есть место встреч и молитвы, поэтому гордо несите знак веры. Гордо у нас не одобряется. Ну, в его понимании так, то есть не сгибайся, как шел ты, так и держи. И мы это, на стенку фотографии там у нас как заходишь, но везде, куда не посмотрю, любовь Божия. Кто его так расположил? 11 лет шел суд, не мог выиграть. 11 лет. И вдруг все свернулось. Прокурор, край, мэр города, все объединились, и все стали там то ли говорить, писать, законодательное собрание, губернатор, все за меня восстали. И суд решил сразу. Понимаете как? Вот удивительно все. Я посмотрю назад, как будто бы я только начал жить сегодня, первый день. Столько радости каждый день в Боге. Так у меня руководство, Святая Библия, я смотрю, и мне не надо как баптистам, адвентистам блуждать где-то. У нас каноны, правила, жития святых на каждый век, это 1173 жития. какой же я счастливый. Игорь Михайлович, спасибо большое. Я последний вопрос задам, наверное, очень, можно бесконечно слушать просто, очень искренний человек. Сейчас, вот, я общаюсь с огромным количеством, скажем так, поближе маленько к микрофону, чтобы я слышал. А, так, так лучше? Да, получше, погромче говорите. Да, сейчас очень модная такая, скажем так, новая религия, да, назовем вот так, такой пантеизм, когда люди утверждают, что, ну, типа, все религии идут к одному богу. Да, то есть, неважно, кому ты молишь, на Криеве, Аллаху, Иисусу, все есть одно. Все боги, это суть, любовь, это суть одно, просто разные пути, типа, из серии религийов. Вот, и сегодня, вот, в России, честно, я вот, у вас Ахаркавилса, примерно год, я убежден в том, что Россия сегодня страна не православная, Россия сегодня оккультная страна, потому что, с кем бы я ни общался, человек может, я хожу в церковь, но я сегодня читаю гороскоп и верю в астрологию, а завтра я иду на курсы йоги и медитации, а какая разница? Все есть одно, Христос – любовь, Шива – любовь, Кришна – любовь, то есть, и вот, как, вот, можно ли как-то коротко, и продуктивно таким людям, да, которые говорят, что все есть одно, дать какой-то вот вразумительный, конкретный ответ, чтобы они хотя бы задумались, я понимаю, что это очень сложно сделать, да, чтобы они прямо вот уверовали, но хотя бы как-то задумались. но это экуменизм, это церковь антихриста создают, тут один, вот я сказал, и повторять не надо, церковь антихриста, вот конфессия, динаминация, этих слов нет, вы слышите, я повторяю, это два слова, которыми сатана прикрыл словом ересь, есть церковь, есть ересь, вот сегодня на меня вышел, там, адвентист седьмого дня, я ему сказал, там, они душу не признают, я местописание провел, это аллегорически понимать, 6-9 откровения, я больше не повторяю, я никогда не спорю, спорит тот, кто ничего не знает, у меня есть свое выражение, а знающий возвещает истину, я тебе один раз сказал, больше не надо, а он одно и то же, как вот, есть такое слово, зазомбирует, я не люблю его, правильно сказать, манкурты, это слово, буранный полустанок, Чингизайтмата вывел, когда у него шапочка прирастает к мозгам, вот это, волос растет, там, это такой рассказ есть, и человек ничего не знает, только то, куда как, как мертвец движется, сегодня маркрутизированное общество, вот эти секты разные, давайте, Бог один, а не один Бог, если мы посмотрим, как у мусульман, какие качества Бога, они называют Аллах, а мы называем Бога Иегова, Яхва, то это разное совершенно, это не знающий, мы одному Богу молимся, нет ни одному, это разное, совершенно разное, качества, какие их Бога, и какие у нас, и закон их, и наш, он даже близко не подходит, даже, ну, по внешнему, по внутреннему, по семейному, ничто не сходится, и сейчас везде, вот это они говорят, ну и пусть они говорят, ну, меня пригласили молиться, какой-то там, тоже вот по этой теме, они разное там собрались, сектанты, и я пришел, пригласили, ну, засвидетельствовал, и молиться, я сразу, мы были двое с братом, мы вышли в коридор, повернулись в другое, а почему, я говорю, да вы еретики с вами молиться, это нельзя, канон говорит, мы стали отдельно, и помолились, да как, ну, как еретики, как, у вас же все на лжи построено, да почему, ну, вы говорите, что иконы идолы, ну, говорим, так икона, разве это идолы, вы чистой, эти чистого отыщить не можете, 20 главы исход, читайте, не сделай изображение, а 25 написано, сделай, у них все, вот так вот, в разнос идет, а ты сделай, чтобы то и другое сошлось, противоречий в Библии нет, автор один ее, Дух Святой, писали разные люди, но двигал ими, ручки их руками, один и тот же Бог, написан, будучи движимым, Духом Святым, и стал говорить, вы говорили так, ну, да, прямо утверждайте, что иконы, вот у нас иконы, ведь здесь, священное изображение, это идолы, ну, да, я говорю, а в какой храм Христос приходил, ну, как Соломонов, да, какой Соломонов, вторая книга, Параллипоменон, 25 глава, говорит, что царь Новохода Носор одержал победу, разрушил храм, храм разрушен был, мертв, море медное все сломано, сосуды увезли, переглядываются, так считали, да, да, как, говорите, Соломонов, он исчез, все, его нету, а куда Христос приходил, не знают, я говорю, из Икииля, 41 глава, 17 стих, книга про Каге, там написано, Христос, который Бог строит, дал храм, говорит, сделай по образу, который на небе тебе показал, он копировал, проект ему дан, проект, и когда Христос зашел в храм, вторая глава Евангелия, Теанна, говорит, дом мой, он не сказал, идольское капище, дом мой, дом молитвы нарисоваться, а в нем были иконы, от пола до потолка написано, и снаружи, и снутри, так, там написано, изображение, изображение, экон по-гречески, это иконы, иконы были, но там людей не было, людей не было, правильно, были Херувимы, а почему? На небе они были, а по образу небесного, и они здесь есть, а люди до Христа, снейшие преисподни, их там и не было, а сегодня Христос умер за грехи людей, праведники идут на небе, и поэтому на небе изображаются, по образу небесного, заглохло, кто-то какой-то голос подает, еще а как это . плохо быть сектантом а у нас все разъяснено из первого века мы посадим уже совершали крестное знамение креста житиях святых а вы говорите это возникло там в пятом в пятнадцатом веке вы же обманываете и вам нужно согласиться что вы обманщики и перед всем народом принести покаяние это не церковь церковь там есть рукоположение от апостольских времен а вот в церкви сегодня там от гороскопа ну если такие есть то рано или поздно им расскажут кто-то андрей ткачев там выступает смирнов димитрий это понятно волшебство есть правило василия великого человек на 6 7 лет отлучается до к их никто нет за это священники ответят это православие православие как в любой больнице мы знаем хорошие врачи есть плохие больных полно но это церковь церковь от апостольских времен а эти которые лютер 1517 год баптисты 1609 да где же церковь врата да не одолеет и и ни разу не было в первом веке и вы к апостолам никакого отношения не имеете они имели иконы совершали крестное знамение предание все это сохранило легко доказывать если один раз ты узнал что правда дороже всякой лжи то зачем тебе туда склоняться за всякое неправедное слово дать ответ надо будет это касаемо христи христианство 1 а если мы говорим например про те же там беды да то есть когда человек он приравнивает и иисуса и шиву к намут касаем вы вообще читали бага в адвиту как вы читаете кто вообще написал все вот это а что именно написали они совсем уже не понял что иисус христос он бога человек он и бог что кто написал кто написал веды веды древние там а зачем веды древние которые сатана написал это дьявола все там ничего нет истинного ничего нет совершенно если коран хотя бы маленько где-то касается сатан на слух брал мухаммад где-то то понятно иудея не ветхий завет признают обеды никакого отношения не имеют совершенно никакого а то в чистом виде сатанизм совершенно ничего нету божественного вот там они реаркарнации разные считаешь даже слышать не надо зачем это нужно а я это люблю но с этим вас останешься на суде божьим будешь а что на листочках блаватскую там другие агнии йоги я этим занимался исследовал объявлял собирались будем я в пяти университетах вел занятия сразу и большой огромный зал вообще-то институт большой был тогда институт сейчас университет 21 тысяча студентов это очень большой университет из 18 стран только учатся здесь я объявил я там буду разбирать там огни йоги и по порядку там даниила андреева все это роза мира а ты набрали набралось там их преподаватели когда закончил ни один даже слова не сказал опустили голову и пошли некоторые стали приходить на наши занятия в университет ни один а почему так я беру прям текст открывая розу мира и считаю там блаватскую считаю и дальше показа как с библией стране с библией вот у меня 18 том открытым оком каждая книга у меня 752 страницы я разбираю коран мусульман по суру маятам весь сравнение с библией такого разбора никто не делал за 1300 лет я ничего не нападаю показываю и ты сделай вывод тогда так вот они говорят допустим он развелся с женой ну развелся как по глупости они сидели там в интернете на разных работах играли онга она говорит я за тебя больше за замужем не буду я не твоя жена он засмеялся тоже а это тоже не твой муж и кто-то зафиксировал он приходит домой а его не пускают а как так так а вы не муж и жена а как и так не жена не жена вы говорили у нас два свидетеля есть и все теперь он может принять ее только тогда когда она принесет справку что было живой другого и только из-под другого мужа может своему вернуться а у нас написано если муж оставил жену и она стала другого то может ли она вернуться не развратилась ли бы вся земля то есть у нас за это смерть а у них возвышение то есть разница у нас четвертого брака вообще нет вот молодой человек 18 лет женился жена заболела умерла второй раз женился и в родах умерла а третья просто попала в аварию а венчался в церкви четвертый раз уже нету вещания нету нету а и притом если второй раз человек у меня жена и она умерла то уже ко мне когда дома будут справляться обетом что священник не имеет права приходить и кроме того мы оба верующие я надо пусть сама вдовела по закону и мы церковь нас помещает и в этот же день обоих на два года отлучает от церкви а если это третий раз до 5 лет обоих отлучается уже жить будем детей плодить а отлучается почему закон а четвертого брака нету а у четыре жены норма и называет там где-то в наэроби где-то мужчина один у него 200 свадьба 200 у меня четыре жены и как новую берет он эту одну выбрасывает это разное и это богу не угодно я говорю сравниваю человек ой вот как жириновский говорит каждому мужику там по три бабы с одной-то не поправишься подкаблучник слово мужа это закон у нас видели если вы наши ролики смотрите как наши женщины одеты какой у нас порядок церкви сколько труда положено здесь как дети ну там видно что как дети и проще а поэтому осуждать поносить это проще всего почему они не могут ничего сделать не выражение 1 григория низкого это брат василия великого когда он описал житие сестры макрина она тоже святая какие чудеса были он говорит а люди все равно не поверят в это они верят только в то что сами могут сделать у него и нету он на этом и засох я верю в чудо божие бог воскресил лазарь четверодневного когда он смердел не то что там пять минут мой мозг умирает он смердил смердит уже на жаре а как кровь потекла не знаю так а не может быть что мозг сразу вышел и сразу разговаривать начал как а ты не знаю зачем мне знать так написано я верю в это потом был а куда вода делась откуда пришла и ушла а как она от самые высокие вершины там на 15 локтей были выше самые высокие написано человек не верит в это не верю значит не верующий а я верю в это написано так а иначе как вообще моя вера заключается выборочно я должен все все что слышу читаю книги сравнивать библии я веды сравнивать библии ничего нету 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 это сатана напротив говорит а в библии написано галатом 1 глава 8 9 стих это мы апостолы или ангел будет благовествовать не то что мы благовествовать да будет анафема анафема то есть ему проклятие и всем этим ведом проклятие а что сделать же там написано 16 глава день апостолов собрали на 50 тысяч драхм я не знаю по нашим деньгам что это будет но явно дело что не о двух рублях речь идет все сожгли на площади я поверил в это и засвидетелся то не поняла что тебя не дано ты не избран не избран я не о вас говорю я человеку начал говорить двое уверовали один нет а он больше всех казалось был расположен эти двое совсем чужие были я не обратились богу один уже слушает папиросы порвал в руке водку держал недопитываю ударил об столб у меня все вижу новый человек тут же сразу а как это может быть вот это не знаю бог трогает душу душа обнимается с богом и бог ведет ее спасибо большое я думаю все что так еще одна неделя если будет что-то там предельно это пятница а в работу уже утром и выезжаем до 10 октября если что-то срочное будет то еще можете зайти только внизу напишите свободе я или нет потому что вы когда позвонить начали у меня в это время надо было пускать машину с грузом я только побежал ворота надо запирать пришел сюда в это время другой вопрос я тоже записывал параллельно с вами вы тоже не против я у себя на канале пожаловку вы можете не спрашивать любой ролик берите употребляйте как хотите не во вред не во делу все у нас находятся только работает вот сейчас александр александров андрей зашел артур алёхин и он там из наших роликов берет и про романа на про никиту все и видно что он с расположением пожалуйста да благословит господь я вам вы наше нужно найти сайт форум конечно знаете у нас очень богатые ресурсы 1600 тем на форуме 18 с половиной тысяч из фотографий наших роликов 7260 тысяч это тебе они по на листам разложено приблизительно так что милости просим спасибо вам большое дальше буду сегодня вас опять слушать вас каждый день и вас и давайте волю уму блуждать где-то а прямо писание и по нему сравните почему евангелие тяна 1248 написано господь горит я не сужу вас слово которое я говорю она будет судить вас последний день а раз слова и будет судить это понял первый день мне надо знать движение на улице если машина я право сдаю не китайские и египетские а именно российские поэтому на суде божьем будет библия поэтому я все подвергаю анализу в этом описании ты должен знать очень хорошо в толковании святых отцов никуда от ники от цареградского символа ни шагу православие это спасение спасительный корабль что праздник господи